привет друзья у меня сегодня интересная тема видео это состояние самадхи считается что тот кто постиг состояние самадхи он становится просветленным или пробужденным или еще кто-то говорит что святым но я сегодня хочу вам рассказать и пояснить эту тему потому что на просторах интернета очень много информации про самадхи про пробуждение про просветление что сейчас на планете земля повысились вибрации да это так что сейчас стали доступны многие знания многие способности и сейчас стало очень много пробужденных людей ну это опять же термин пробужденные просветленные делайте в кавычки потому что нету той грани до того как ты не просветленный стал просветленным то есть это нету четкой грани но это все равно является правдой потому что по сути переход в новый тип сознания это можно считать пробуждением или просветлением то есть был один тип сознания осознанность была на одном уровне и тут осознанность резко расширяется не знаю охват осознание процессов в единицу времени резко расширяется и ты осознаешь себя уже не как часть его а как единое целое как то есть это все происходит на уровне осознания осознание себя как часть этого мира без каких-то рамок или ограничений я хочу вам рассказать сегодня как это все работает какие степени ступени самадхи бывают как это дело все различить понять проследить то есть какие критерии какие виды самадхи и так начнем самое распространенное состояние которое происходит у многих практикующих и людей которые идут по духовному пути это состояние сатори или сатори кто как называет в общем сатори это кратковременное расширение сознания то есть вы сделали динамическую медитацию оши например вы посидели в медитации вы подышали вы сделали пробежку в парке вы позанимались сексом или еще какое-то там сделали практику вы прочитали мантры и тут вы чувствуете некую эйфорию а или вы перешли на там сыроедение или на вегетарианскую пищу и тут вы почувствовали что ваше сознание расширилась то есть вам стало настолько ясно все и понятно вследствие этой практике вы осознали нечто такое глобальное светлое и прекрасное и это осознание длилось недолго друзья это сатори то есть этот кратковременное пробуждение или просветление или расширение сознания потом она схлопывается потому что многие замечали кто практикует медитации когда ты только помедитировал или сделал какую-то практику и потом пошел в магазин на тебя кто-то наехал там или тебя выпихнули из очереди то есть такой просветленный пробужденный стоишь в очереди в каком-нибудь магните да и тебя кто-то там нагло просто отпихивает какая бабулька игре чё стоишь и все твое просветление пробуждение после медитации куда-то резко улетучивается и тебя это начинает дико раздражать вот в общем на реально пробужденный человек у него такого не происходит у него вообще в жизни не происходит того что его с очередей выпихивают или счет куда-то то есть у них вообще не происходит трешовых ситуаций вот но те кто сидят на игле духовных практик таких большинство идут какому-то некому просветлению и с каждой практика они хотят все больше и больше пребывать в этом но это постоянно ускользает это сатори или сатори буду говорить по-разному это первое то есть вы живете занимаетесь там медитациями дыханием йогой занимаетесь и вы после каждой практике после каждой медитации складываете к себе в копилочку куда-то вот этот опыт вот этих вот состояний пробуждения но они постоянно исчезают вам надо постоянно делать практику снова и снова и снова и снова и и вы просто сидите друзьям на игле духовных практик методов и вам надо все больше и больше 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 бесконечно больше для того чтобы постичь эти состояния но это не самадхи это не пробуждение это проблеск который за которым как ослик за морковкой спешит это тоже хорошо это лучше чем жить и вообще не знать или испытывать сатори например от употребления наркотиков или алкоголя потому что там тоже это происходит некий проблеск некое расширение сознания но потом она еще схлопывается сильнее и убивает здоровье это самый худший вариант и также распространенные в общем это все проблески я бы назвал это даже духовный мусор почему потому что это мешает реальные самадхи это состояние которое не уходит самадхи происходит единожды пробуждается в теле энергия сама эта энергия идет по телу она чувствуется буквально физически вы физически ощущаете течение приятные энергии она иногда сопровождается мурашками по телу мурашками по спине как будто идет по лицу как будто у вас делает кто-то массаж головы это раскрывается коронная чакра или энергетический центр и все ваше тело обволакивает и внутри и снаружи некая теплая энергия блаженства и дело в том что вы можете включать эту энергию входить в это состояние без ограничений и без практик что самое ценное самое важное например мне для того чтобы войти в состояние самадхи мне не нужно делать какие-то практики упражнения петь мантры там или заниматься дыханием мне этого не нужно мне наоборот надо снизить я активность или устранить свою эго либо того кто стремится во мне то только в этом случае происходит вот это пробуждение включения этой энергии я бы так сказал что есть энергия сама она может концентрироваться на физическом теле или в физическом теле и заполняется тело вот этой энергетикой и ты испытываешь блаженство если ты можешь так делать и если в твоем поле другие люди могут испытывать то же самое что и ты то есть пришла группа ко мне на занятия 20 человек или 60 человек что было в моей практике и просто в тишине начинает вот эта группа чувствовать вот эти энергии вибрации а это повышение вибрации почему потому что когда у нас вибрации повышаются то наша энергетика очищается и нам очень хорошо когда вибрации понижаются то это такая тяжеловатой энергетикой хочется куда-то убежать или что-то изменить или в общем выйти из этого состояния то есть состояние боли это низ низкие вибрации состояние блаженство счастье это высокие вибрации так вот тот кто постиг самадхи может изменять вибрации не только у себя но и у окружающих людей у группы либо у там индивидуальный человека больше скажу тот кто реально постиг состояние самадхи он может даже по телефону разговаривать и изменить вибрации человека на том конце даже не знаю где тот человек находится у самадхи есть несколько уровней первый уровень это просто самадхи это запуск в медитации особого состояния или зарождения вот этих вибрации физическом теле они чувствуются физически это когда у тебя идет по рукам по ногам по лицу у тебя начинает пропадать тело это значит что ты можешь включать это состояние по своему желанию не применяя каких-то костылей то бишь духовных практик второй уровень это нервикаль по самадхи это когда твое тело набирая достаточно большую концентрацию энергии сома и ты испытываешь духовный экспириенс блаженства клеточный оргазм как хотите называйте в общем это духовные очень глубокие внутренние реально сенсорно ощутимый опыт чистого блаженства это нервикаль по самадхи ты там аж можешь вообще забыть кто то есть как тебе зовут что ты есть тело что ты вообще кто-то ты теряешь границы своего собственного тела до такого до такой глубины что ты можешь даже не понимать где низ а где вверх где право где лево эти все параметры полностью там исчезает и пропадают и ты просто находишься в блаженстве и поверьте мне выходить оттуда не очень хочется потому что там настолько классно настолько хорошо что вот это очень сложно вернуться обратно у меня был такой опыт я дошел до трех с половиной часов это потом я постфактум уже увидел что прошло столько времени потому что в самадхи время совершенно иначе идет совершенно то есть у вас три часа за пять минут но эти пять минут такие интенсивные по ощущению по глубине восприятия что кажется как день то есть пять минут тебе кажется на уровне ума быстро по ощущениям как день а в реальности это три там три с половиной часа то есть там там параметры все вообще едут уходят и изменяется это первое нервикаль по самадхи оттуда можно не вернуться то есть это все происходит в момент медитации не на ходу не за рулем а в момент медитации третий уровень самадхи это у нас сахаджи самадхи это когда уже включено состояние фоново вот эти потоки вот эти энергии вот этот звон вибрации в теле происходит постоянно даже когда я сейчас говорю у меня этот звон происходит это значит что я прям сейчас чувствую вот эту энергию сома и и я чувствую высокие вибрации у себя в теле причем я двигаюсь говорю сейчас на камеру рассказываю но эти ощущения я испытываю прямо сейчас то есть хотя я сейчас не медитирую моя я активность да тот кто во мне говорит проявляет активность но при этом всем я могу испытывать вот это состояние она не является прям блаженством но она происходит у меня постоянно в теле на уровне ощущений на уровне сенсорных ощущений и когда человек доходит когда мастер доходит до уровня сахаджи самадхи то он находится в этом уже практически всегда он не выходит из этого состояния и и внутри у него происходит происходит состояние тишины тишины в уме мысли нет они как бы появляются из ниоткуда и пропадают в никуда в этом состоянии ум не подвержен залипаниям в этом состоянии ум он может быть отдельный от наблюдателя то есть есть тот кто наблюдает а есть тот кто думает и можно входить и отождествляться с мыслью и либо с эмоции либо отдалять это то есть это свойство сознания я просто говорю так чтобы это было понятно как-то понятно то есть это свойство нашего сознания свойство нашего восприятия следующий уровень это саруба самадхи это уровень уже перехода момента с момента жизни в момент смерти и это включение тела света опять же я сейчас уже говорю сказку о силе потому что я лично это не проверял я до этого уровня еще не дошел это когда мастер или монах входит в медитативное состояние садиться в медитацию проводит в самадхи несколько дней конечно же он на переходит на глубокий уровень нерве кальпа самадхи у него замедляются все биологические процессы и он может выйти по каналу выйти из колеса сансары либо задать адрес перейти в какое-то новое тело жизни и дай переродиться на этой планете заново и причем он может выбрать в какой стране в каком месте и там мы каким человеком ему быть дальше то есть это такой достаточно серьезный контроль правление из этой жизни в следующую то есть это уровень до которого я лично еще не доходил вот такая вот информация то есть если у вас постоянно проблески то это сатаре это не не так уж ценно и не называете не думайте что вы попали в самадхи и пробуждение если человек в самадхи запомните то в его поле вам хорошо в поле человека который находится в самадхи вы можете буквально чувствовать вибрации в теле вы буквально на уровне ощущений ощущений физических вы чувствуете изменения у вас затихает ум у вас внутри в душе в уме покой тишина нет мыслей и вам хорошо рядом с этим человеком или когда вы звоните там или говорите с этим человеком по телефону то у вас также все умиротворяется тут вы были раздражены но попав поле этого человека у вас все хорошо происходит то есть у вас все как бы успокаивается и вам очень прекрасно на душе реально человек в самадхи он в этом находится и он влияет полем своим на других людей это самый важный критерий который нужно понимать итак давайте подведем итоги что такое самадхи пробуждение просветления первое подрезюмируем если вы вследствие духовных практик испытывайте пробуждение просветление расширение сознания потом у вас это схлопывается и либо это куда-то девается и вы постоянно делая практики как ослик за морковкой бегайте это не самадхи это сатори и вы так можете прожить всю жизнь практикуя коих очень много и и сидеть на игле духовных практик но никогда не пробудиться на второй критерий когда второй момент когда человек самадхи когда человек пробудился то у него происходит включение энергии и человек самадхи находится всегда в состоянии тишины в уме и от него идет эта вибрация он может изменять на уровне ощущений вибрации других людей это реально чувствуется когда вы попадаете в поле человека который находится в самадхи вы реально это чувствуете то есть у вас реально происходит трансформация сознания тишина в голове и и вы буквально физически это чувствуете это тепло блаженство приятно и хорошо это самые важные критерии которые нужно понимать и тот кто говорит я в самадхи я постиг пробуждение я пробудился но вы попадая в поле к этому человеку ничего не чувствуете то явно тут что-то не то либо сходите два-три раза на занятия до либо на сатсанг либо ну что-то тут не то это реально физические ощущения реально вы чувствуете вибрации вам хорошо вам очень приятно и классно в поле и в компании с этим человеком действительно на планете произошло повышение вибраций и и пробужденных или включенных людей которые вошли в состояние самадхи все больше и больше это радует конечно же и я думаю что сегодняшнее видео хоть немножко прояснила напишите пожалуйста в комментариях что вы знаете про самадхи какой у вас опыт в этом плане на каком бы пути ну и самое интересное друзьям если вы хотите реально прочувствовать что такое самадхи что такое за эти самые вибрации как это происходит какие ощущения что такое тишина в голове вы можете прийти ко мне на занятия прийти ко мне на сатсанг поехать с нами на выездной ретрит и реально погрузиться прочувствовать что такое нервикальпа самадхи потому что в присутствии мастера это реально и так скажу самую главную вещь состояние самадхи это восьмая ступень йоги и это самая высшая ступень духовного постижения которые стремятся все йоги буддисты духовные практики и так далее то есть вот весь мир людей которые стремится каким-то духовным духовному саморазвитию идут по пути духовного саморазвития все они идут именно к этому состоянию потому что конечный итог это постижение некого запредельного состояния блаженства которым ты потом будешь всегда жить пребывать и чувствовать это внутри себя уже не делая каких-то действий практик там длительных медитаций и изнурительных тренировок ну вот и все друзья я думаю что вам понравилось это видео пишите обязательно коменты мне интересно почитать ваше мнение насчет этой темы ставьте лайк подписывайтесь на канал увидимся в следующем видео пока и и и и и и и и и